Так, отлично, ну... А, он не достает вообще-то. Давайте попробуем таким макаром. Охренеть. Что? Серьезно? Это что, вторжение? Вторжение каких-то непонятных существ? Посмотрите, во-первых, какая-то обезьяна управляет данным роботом. И еще, получается, снежный человек просто так же управляет этим роботом? Да ладно тебе! А спонсором данного ролика является магазин компьютерных игр Guide Game. Здесь вы сможете приобрести лицензионные компьютерные игры для ПК, PS3 и других приставок по совершенно низким ценам. Большой выбор, а также гарантии и куча положительных отзывов. Существует накопительная система скидок для постоянных клиентов. Ссылочку оставлю в описании, поэтому переходи и покупай. Всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости канала. Друзья, с вами Мистер Бин и сегодня мы будем играть в GTA 5 и веселиться вместе с вами. Друзья, ну что хочу сказать. Во-первых, пока я установил данный мод, мне уже было смешно с его лица, с его комического лица. Я думаю, каждый смотрел сериал, где участвовал как раз таки Мистер Бин, он американский. Ну и кстати, недавно в 2007 году вышел как раз таки фильм, где мы все дружненько смеялись, смотря на его проделки. Он практически не говорил, там все построено так, что мы смеялись именно с действий. Ну и сегодня, в общем-то, что хочу сказать, это то, что я установил абсолютно его идентичный автомобиль, а также его самого. Вы можете посмотреть, он действительно передан со стопроцентной точностью, но только вот меня не радует какая-то смазка на его лице. Я не знаю, что это такое, пишите в комментариях, что, как думает, кто, как думает, и мы посмотрим, и самый эпичный какой-то комментарий будет как раз таки в следующем видосе. Поэтому, друзья, дерзайте, я очень хочу узнать, что же на самом деле у него на лице и чем он так смазан. Ладно, народ, смотрим дальше. На автомобиль хотелось бы также обратить внимание, я, в общем-то, установил его мини-купер, и вы посмотрите, ну, наверное-таки нормально автомобиль. Ну, какого черта кресло какое-то делает наверху, так еще в придачу его медведь, привязанный к этому креслу, чтобы, конечно, уже не потерялся. И я просто, ребята, я угораю с каждого его действия, во-первых, а еще и с того, что он сделал такой вот автомобиль. Ну, это еще мало делов, ну, швабра, на койлятому швабра, друзья, зачем она в этом автомобиле? Я давным-давно задавался вопросом и не знаю, зачем она ему нафиг нужна. Ну, ладно, давайте дальше смотреть. Давайте попробуем сесть в автомобиль. А что он в автомобиль-то не хочет садиться? Круто, друзья. В общем-то, у меня что-то, короче, не хочет садиться в автомобиль, поэтому мы запауним новый. Так, у нас каску вин назывался. Смотрите, друзья, в общем-то, он зеленый, давайте мы его сделаем, точнее, желтый, давайте мы его зеленым сделаем, а то как-то некрасиво. Так, я уже забыл, подожди, объект спал, нет, 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 нет. Так, а где, подождите, я забыл что-то. Где можно поменять именно, ну, если ему садат, по-моему, тут не было этого. Где можно поменять ему окраску? А-а-а, ладно, сейчас, друзья, пару секунд. Народ вернулись, в общем-то, все замечательно, просто покрасили идентичный автомобиль, у нас теперь два таких мини-купера, но, в общем-то, что я хотел спросить? Я хотел спросить, какого хера он привязал, в общем-то, свое кресло к рулю? Вы посмотрите только на это. Он, получается, поставил два кольца, и они теперь ходят по всему рулю, но невозможно же сделать полный оборот. Вот, невозможно же, ну, в GTA, конечно, возможно, но в реальной жизни невозможно. Я не знаю, друзья, я до сих пор поражен этим персонажем, и поэтому поехали, что-нибудь почудим. Кстати, на самом деле, на этом автомобиле очень тяжело управлять, что хотел заметить, потому что я пару раз на нем уже перевернулся, а все потому, что кресло просто перевешивает на одном из поворотов, меня перекинуло, и я не мог потом обратно перевернуться. Далее, народ, что хотел вообще показать, как бы, не знаю, может, конечно, можно протестировать, давайте я покажу, вот, если кто будет устанавливать. Смотрите, во-первых, это просто жесть какой мощный. Вы посмотрите, его прям подрывает, да ладно тебе. Ты серьезно, что ли? Ёпта на форсаж 8 у нас в GTA сразу 5. Смотрите, раз, два, три. Что это за движок стоит? Ладно, тебе его просто отрывает. А ну-ка еще раз, мне прям интересно, а что будет на горке? Ну, хорошо, слава богу, его, в общем-то, обратно амортизирует и просто, ну, можно не переживать за то, что нас перевернет назад, а то можно будет как колобок кататься. Дальше, ну, на повороте можно, в общем-то, продемонстрировать. Вот и все, друзья, вот таким макаром мы можем просто переворачиваться. Я... Тихо, ты успокойся. Ну и все, короче, друзья, на этом наша поездка окончилась, потому что по-другому, как только вот таким макаром мы его никак не перевернем. Так, это мы убираем, и это мы обратно убираем, и теперь, короче, его нужно будет отремонтировать. Угарный персонаж, угарный автомобиль, мне больше вот не сам персонаж сейчас в игре прикалывает, это сам автомобиль и то, что он вытворяет. Далее, друзья, сегодня, говорят, в Лос-Антосе было торжение, именно робота какого-то пустили с непонятной лаборатории в город, и этот робот начал творить чудеса. Давайте мы, конечно же, отправимся к нему и посмотрим, что же он там уже успел натворить. Так, народ, вы посмотрите только на него! Охренеть! Вот это так робот в Лос-Антосе! Твою мать! Вы посмотрите, что он натворил! Во-первых, его окружили, получается, все танки, все вояки сюда обратно приехали. Ну давайте, короче, здесь тачку поставим. Думаю, никто его вообще не тронет, и... И не надо. Давайте смотреть, что у нас за робот этот вообще, что за персонаж-то у нас. Смотрите, здесь получается много танков, и... Ой, чувак, застрял, походу, да? Тебя чуть-чуть закрыли. Ну и срать на тебя. Так, далее, смотрим, смотрим, смотрим. Танков до хрена, оружия также много. И, кстати, я что-то военных не вижу. Неужели все... Испугались и больше не хотят сюда? Ой, ты куда погнал, дружище? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Панан купят прав. Панавыч... Ой, я... Я молчу, друзья, я больше не буду ничего говорить. Смотрите, у нас получается робот, он сбил самолет своей ступней. Но ступни у него просто жесть. Как четыре... Как пять... Шесть танков! Твою мать! Он просто наступил на этот самолет, и этот самолет упал. Охренеть, вы посмотрите, друзья. Но тут никто, конечно же, не выжил. Можно посмотреть в кабину, в кабине тоже капец. Какой-то Нига ездил, в общем-то, ладно. Чувак, а ты что, вообще? Тихо, мистер Бин, не падай. Нормально все. Ну, запрыгни ты, пожалуйста. Чувак, ты что, обосрался или что? Ты сам такое натворил, ты понимаешь? Ты сам сюда заехал? Смотрите, друзья, еще и вертолет был сбит. И, кстати, этот вертолет, по-моему, военный. Ага, окей, окей, хорошо. Давайте посмотрим, что там сзади. И потом уже на самого робота залезем. Посмотрим, что там наверху, что в кабине вообще. Кто там сидит? И кто вообще управляет этим безумным роботом? Охренеть. Вы посмотрите, каких он размеров, друзья. Он как два таких, даже как три таких чертовых колеса. Охренеть. Друзья, здесь, конечно же, все перегорожено. И люди, конечно же, нервничают. Пытаются попасть на работу. И, соответственно, бьют свои автомобили. Нормально, вообще, мне весело. Так, а что там? Давайте посмотрим, может, узнаем первую информацию у этих чудаков? Что они тут вообще работают? Над чем вообще? Давайте спросим, что они тут? Живы, да? Пацаны, нормально все? Или что, вы остановили его? Вы убили? Вы знали, кто вообще там управляет? Потому что мне аж интересно. Что, не узнали, да? Ну, давайте я сам узнаю. Сейчас, подождите. Сейчас я узнаю. Вот. Отлично. Погнали. О! О! Тихо! Тихо! Друзья, я что-то... Мистер Бин, ты что делаешь? Мистер Бин, ну, не тут же, не при людях же. Твою мать, ну... Я не знаю, друзья, он сам это делает. Я не знаю, что это за чудак вообще у него попался сегодня на обзор. Ладно, давайте что, попробуем еще куда-нибудь запрыгнуть. Как бы... А мне парашют должен быть. А где парашют? А парашюта нету. Друзья, а парашюта-то у нас нету? Ё-моё! Ладно, давайте пробуем на самую крышу как бы запрыгнуть. Не на самую крышу как бы, а именно на кабину этого робота. А что, не долазит? Давай. Давайте на танк. Станка точно достанет. Да, мистер Бин, ну хватит падать, дружище. Вообще, меня бесят вот эти вот... Давайте ему подкурить дадим. Всё, 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 успокоились. Всё, отлично, теперь мне никто не мешает, можем дальше веселиться. Так, отлично, ну... А, он не достает вообще туда. Давайте попробуем таким макаром. Охренеть. Что? Серьезно? Друзья, это что, вторжение каких-то непонятных существ? Посмотрите, во-первых, какая-то обезьяна управляет данным роботом. И ещё, получается, снежный человек просто так же управляет этим роботом? Да ладно тебе! Я в жизни в это не поверю, друзья. Я действительно в этом жизни не поверю. Этот робот управляется вот этими существами, этими животными. Не то, что какие-то люди. Это животные управляют им. Охренеть. Вы посмотрите, они только, походу... Да что за урод лазит-то тут? Где? Где ты? Дай я тебя собью, дружище. Ты пугаешь моих животных, а? Ты слышишь? Друзья, я даже не вижу, откуда он вообще мог на нас... Агриться. Ладно, хрен с ним, потом мы его собьём. Во-первых, смотрите, друзья, это получается какая-то лаборатория. И, если я не ошибаюсь, какой-то безумный учёный создал данного робота. Во-первых, подсоединил сюда. Все эти кампы и принёс всё оборудование. Вы посмотрите на пробирки. Оживил вот этих вот... Ну, даже не оживил, а притащил сюда вот этих вот животных. А в придачу ко всему ещё и накачал их. И они теперь управляют роботом. Они его, походу, сожрали. И он теперь просто... Ну, непонятно, где делся. Давайте попробуем... Давайте, разобьём, попробуем. А чё, можно даже таким макаром? Ага, ладно. Знаете, как мы сделаем сейчас? Мы при помощи мода всё-таки... Будет так более-менее разумней. Проберёмся в кабину и попробуем поправлять данным... Изобретением. Моё-моё. Ты серьёзно, что ли, друзья? Внизу ещё, походу? А это чё, его лаборатория? Посмотрите, внизу... Да ладно тебе. Я только при помощи мода могу это, в принципе, рассмотреть, друзья. Охренеть! Это полностью склад. И, во-первых, ко всему... Ну, в придаче ко всему тут ещё... Яйцо дракона, если я не ошибаюсь. Или какого-то инопланетного существа. Плюс макаки. По всему грубо отлазят. Охренеть. Давайте наверх поднимемся. Посмотрим, чё тут вообще тут есть. Как бы наверху на нашем. Стоп. Нам надо выше ещё, да, получается? Так. А, не-не-не, чуть-чуть. А, зараза, не туда. Во. Во, отлично. Попали. Теперь надо, короче, спрыгнуть. Так. А, застрял в текстурах, друзья. Я просто застрял в текстурах. Так, давайте... Включим. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это сильно. Ну, блин. Ну, пожалуйста. Да, блин. О, отлично, друзья. Попали. Замечательно. Так, смотрим, друзья. Что же здесь есть? Вы посмотрите. Я управляю роботом. Ну, по крайней мере, хочу им управлять, но у меня ни хрена не получается. Да, стресс не ты, ё-моё. Давайте их шокером немного пригасим, чтобы они чуть-чуть поуспокоились. Не будем убивать. Мы же не живодёры, как бы, да? А вот шокером удолбать можно. О. Смотрите, какой он живучий. Охренеть. Ему вообще попок. Он накачанный. Ему вообще срает. Друзья, ну, короче, чё? Да дайте пройти, блин. Аааа, бесит. Как же меня это бесит. Давайте попробуем вот таким макаром. Поможет, может? О, отлично. Отлично. Так, ладно, смотрим. Даже можно было сразу это сделать. Чё получается, друзья? Здесь, в принципе, можно вылезти с кабины и забраться. Ааа, это получается, да, друзья. Вот смотрите, робот был создан именно вот таким макаром. То есть, внизу получается его комплектующий. Здесь, конечно же, у них план по захвату города был. Серьёзно, что ли? Охренеть, мартыхи пытались захватить город. Я в это никогда не поверю. Но создатель мода, походу, чем-то по-любому был накачан. Да, в придачу ко всему ещё и курнул немного. Друзья, ну, смотрите, здесь полностью, полностью макаки. И я не вижу никакого учёного. Ну, по идее, он должен быть где-то. Может, они его скинули нахрен куда-нибудь за борт. И теперь управляет вот этим вот роботом. А это, получается, его двигатели, этого робота. Чё дальше? Посмотрим, чё у нас ещё. Это, получается, системные блоки и прочие, прочие, прочие соответствующие комплектующие. Ну, и... А так тут ещё и такие оружия стоят. Такие ракетницы самонаводящиеся. Охренеть, охренеть. Он ещё и горит. Он ещё и переливается. Я в шоке, друзья. Я действительно... Я этому рад. Если вам нравится данный мод, обязательно ставьте лайки. И, соответственно, давайте наберём 2000 лайков. Я обязательно скину вам сборочку вот этих модов. Мистер Бина, его, конечно же, мини-копер. И этого робота, который, по-любому, я думаю, каждого, в общем-то, заинтересовал, заинтриговал. Потому что, действительно, прикольная тема. Ещё можно будет, наверное, попробовать поуправлять. Но, мне кажется, на данной стадии его развития это недоступно, по крайней мере. Потом, возможно, будет доступно. Ладно, давайте попробуем покататься на колесе. Чё? Зря сюда пришли, что ли? Ой, тихо. Главное не разбиться. Главное не упасть. Не, на колесе мы, походу, не покатались. Потому что все кабинки были кем-то стыбрены. Ну, ладно, народ, в общем-то, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Я вам говорю, что для того, чтобы попасть в мой видос, потому что вы на протяжении своего видоса видели топовые комментарии от моих подписчиков, пишите безумные комментарии, предлагайте новые идеи. И тогда вы попадёте в видос. Обязательно поставьте лайк, для того, чтобы это сбылось. Ну, а я с вами прощаюсь. Ставим 2000 лайков, и я сборочку вам скидываю сразу. А вот как раз-таки самулет, который я хочу сбить. Нахрен. Где эта тварь? Где он летает? Подождите. Ты какого хера мартышек пугаешь? Так, я промахнулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное не упасть. Главное не упасть. Друзья, на колесе обозрения мы просто... Просто главное не упасть. Я молю бога об этом, чтобы мы тут, в принципе, сохранились. Вы же не просто отдохнуть вообще не хочу. Ладно, народ, всё. На этом спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Диман, а также мистер Бин. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!